good dog здравствуйте программа good dog в эфире охранник это настоящая профессия для четвероногого друга и справиться с ней может далеко не каждая собака чаще всего на роль защитника берут представителей служебных пород охрана территории у них крови самые лучшие качества характера годами закреплялись заводчиками на генетическом уровне good dog собака для охраны участка какой она должна быть ошибки при выборе собаки для охраны земельного участка нередки конечно мало кому придет в голову доверить защиту имущества маленькому игривому и пугливому песику но выбор по принципу большая и злая тоже не всегда оправдан в целом с охранной участка может справиться и небольшая собака другое дело что крупный пес выглядит более грозно его лай звучит устрашающе собака для охраны должна обладать всеми необходимыми качествами недоверием к посторонним злобностью быть в меру агрессивной к посторонним иметь развитые от природы охранные качества и инстинкты собаки для охраны должны нейтрально в крайнем случае не дружелюбно относиться к посторонним но нужно помнить чтобы собака из верного друга охранника не превратилась в злобного неконтролируемого монстра который будет представлять угрозу не только посторонним но и членам своей семьи нужно с первых дней обучать щенка правильным манером уделять много внимания дрессировки и обучению обязательно обучать собаку основам защитно-караульной службы и так хорошая охранная собака должна быть уравновешенной проявлять агрессию лишь тогда когда это действительно нужно бесстрашной без колебаний бросаться на грабителя они забиваться в будку с поджатым хвостом едва завидев чужака сообразительной правильно оценивать ситуацию понимать действия злоумышленников хорошо различать своих и чужих самостоятельной некоторые собаки способны действовать лишь по команде владельца собака охранник должна уметь принимать решения в отсутствии хозяина и конечно же выносливой ведь ей придется большую часть времени проводить под открытым небом они в доме при выборе собаки для охраны в первую очередь поинтересуйтесь у заводчика рабочими качествами родителей вашего будущего питомца выбирая собаку крупной породы или бойцовской породы оцените реально свои возможности сможете ли вы правильно воспитать обучить собаку привить нужные качества и манеры поведения шерстяной покров и густота подшерстка не менее важные критерии при выборе породы для охраны частного сектора в особенности если вы планируете круглогодично содержать собаку в вольере сразу отметим что в первую очередь еще до появления щенка в вашем доме очень важно создать оптимальные условия для ее комфортного содержания во дворе обустроить вольер или будку по всем правилам не стоит думать что собаку с длинной густой шерстью можно посадить на привязь или поставить обычную будку собака живое существо член вашей семьи поэтому создайте для него самые лучшие условия совсем не обязательно выбирать собаку с длинной шерстью но очень важно чтобы питомец имел густой подшерсток которая сможет защитить питомца от факторов внешней среды гладкошерстных и короткошерстных собак зимой нужно содержать в доме или же обустроить утепленный вольер сторожевая и охранная в чем разница нередко возникает путаница между этими понятиями сторожевая собака всего лишь оповещает хозяина лайма появлении посторонних на территории с такой работой справится практически любая собака ведь стремление облаивать чужака у собак заложено в инстинктах охранная собака это специальным образом обученная сторожевая она способна нападать на грабителя и задерживать его хорошо понимает намерение злоумышленника лучшие охранники получаются из тех пород которые были выведены специально для караульной охрана сторожевой службы но охранные навыки не появляются сами по себе а прививаются с помощью дрессировки что еще важно учитывать чем крупнее собака тем короче продолжительность ее жизни например немецкая овчарка и ротвейлер живут в среднем 12-14 лет кавказская среднеазиатской овчарки всего лишь 8 11 лет крупная собака взрослеет долго до трех лет а стареть начинает уже на шестом году жизни чем крупнее собака тем выше у нее нагрузка на сердце и суставы для правильного формирования костяка сердечно-сосудистой системы щенкам нужно особое питание если бюджет не позволяет расходовать на содержание собаки внушительную сумму то от приобретения щенка крупной породы лучше отказаться хотя вообще среди крупных пород есть и так называемые малоежки например кавказская овчарка у нее замедленный метаболизм поэтому для своих размеров тела эта собака ест мало если у вас нет времени желания вы не уверены в том что сможете обеспечить животному оптимальные условия по содержанию уходу часто отсутствуют и дома или вынуждены по службе уезжать в длительные командировки не стоит заводить четвероногого охранника собака как и любое другое существо требует повышенного внимания времени и систематического ухода good dog немецкая овчарка служебная порода собак с отлично развитыми рабочими качествами овчарки обладают высоким интеллектом умны сообразительные отважные благородные немецкая овчарка в рейтинге самых высокоинтеллектуальных собак занимает третье место собаки этой породы отлично поддаются дрессировке они не конфликтны обладают уравновешенным темпераментом хорошо ладят со своими сородичами уживаются на одной территории с другими домашними питомцами у немцев отлично развита интуиция острая чутью уравновешенная психика немецкие овчарки надежные бесстрашные охранники которые не раздумывая отважно встанут на защиту своего хозяина и членов своей семьи овчарки ревностно охраняют свою территорию и личное имущество хозяев немецкие овчарки чутки очень искренне и благородные собаки немцы от природы общительны быстро проходит период социализации логика собаки простая и понятно поведение прогнозируемое учитывая безграничную верность преданность рабочие качество этих великодушных собак трудно найти более универсальную во всех отношениях породы 8 декабря 2019 года на питомнике родились щенки рабочих линий немецкой овчарки от мамы заре мама торсить черноподпалого окраса и папа маринчука 9 черного окраса родилось всего 8 щенков 5 мальчиков из которых три черных и 2 черноподпалых и три девочки одна черная и 2 черных подпалых собака это лучший друг человека а немецкая овчарка не только друг ну и преданный охранник участвуйте для Know dediki но и clipe но только но и оставьте убude то п Безготевковым розрахунком. Вязка із виробниками розплитника. Для більш детальної інформації звертайтеся на сайт docs.motorsitch.com або телефонуйте за номером 720-57-98. Хвост трубой – любимая рубрика наших зрителей, особенно четвероногих. Это фотоконкурс, в котором может принять участие каждый, кто имеет хвост. Условия таковы. Мы получаем фотографии вашего питомца и небольшой рассказ о нем, после чего дарим вам подарок. Все очень просто. В этом выпуске программы «Лудо» – такие победители. Золото выпуска – Алиса, которой 4 месяца. Я маленький и самый счастливый котик, потому что мои хозяева меня любят. Еще два месяца назад я жила со своей мамой и братиком. А теперь меня забрали к себе добрые люди, которые часто гладят меня, целуют и очень вкусно кормят. Они покупают мне игрушечки, мне очень нравятся мышки. Я люблю смотреть на попугаев и лежать на кроватке. Чтобы показать свою благодарность, я точу коготки на когтеточке и хожу в свой лоточек. Желаю всем одиноким животным обрести свой дом. Хозяйка крошки – Анастасия. Приз – игрушка. Серебро – длинношерстный кот Джуз. У нашего котика глаза небесного цвета. Он окраса – блюпоинт. Поиграть, повеселиться, иногда нашкодить, а потом поваляться на кровати. Это обязательно. И Джуз, и я – чемпионы, пишет его владелец Макс. Их подарок – миска. Бронза за яркими солнечными парнями. Я Лёва, бурбах. Живу в городе Мелитополь, ученик третьего класса. Занимаюсь теннисом, робототехникой. Мой питомец – Алекс, чихуахуа, который радует меня уже два года. Подарок для Алекса – дорожная поилка. Искренне поздравляем наших победителей. И информация для тех, кто хочет принять участие в нашем фотоконкурсе. Вам нужно прислать фото по адресу, который видите на экране. Обязательно указать свой контактный номер телефона и написать небольшой рассказ о своем любимце. Ждем ваших писем. Good dog! Доброди – ветеринарная клиника, успевшая хорошо зарекомендовать себя в нашем городе. Это место, где любят животных и относятся к ним с уважением. В клинике оказывают терапевтическую и хирургическую помощь. Лабораторная диагностика представлена широким спектром биохимических и клинических исследований. На базе лабораторно-диагностического кабинета проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости животного. Вакцинация – одна из предлагаемых услуг клиники Доброди. Экстренная помощь при лечении мочекаменной болезни, катетеризация мочевого пузыря, стерилизация животных. Доброди – максимально доступные и качественные послуги ветеринарии. Адреса – Шевченкевский район, улица Кругова, 165, телефон 707-27-54. Працюємо усі дні тижня без вихідних. У 2013 році в місті Запоріжжі стартував інтернет-проект «Groomer.com.ua». Розділи сайту легко зорієнтують по групам товарів. Тут є все необхідне – близько трьох тисяч товарів. Професійні фени, машинки для стрижки, величезний вибір ножів і насадок, плойки і праски, ножиці, щітки, походерки, слікери, кіхті-різи, шампуні і кондиціонери для різного типу шерсті собак і кішок, аксесуари та прикраси. Машинки для стрижки тварин таких брендів, як «Ендіс», «Остер», «Валь», «Мозер» підійдуть майстру-професіоналу, а також машинки для стрижки своїх улюбленців в домашніх умовах. Ручний інструмент для догляду за тваринами лідируючих брендів – «Артеро» і «Шоутеч», «Гребінці». Слікери, кіхті-різи і багато іншого для найкращого догляду за хвостатим другом. Величезний вибір ножиць для грумінгу на будь-який смак і колір. Косметика для всіх видів шерсті або шкіри тварини, шампуні і кондиціонери, парфуми та різноманітні спреї для догляду за шубкою домашнього улюбленця. Великий вибір обладнання – столи, вани, фіксатори, фени, бустери. Грумер Ком'юа протягом п'яти років є лідируючою компанією в Україні, що займається інструментами, косметикою, обладнанням і аксесуарами для грумінгу. Грумер Ком'юа – грумеру, професійному заводчикові, ветеринару і просто для тих, хто полюбляє кішок та собак. Грумер Ком'юа – працюємо по всій Україні. Наша адреса в Запоріжжі, вулиця Незалежної України, 82, магазин Грумер Ком'юа. Зупинка – площа фестивальна, біля супермаркету «Брусничка». Собака – це не тільки друг чоловіка, але й верний захистник. Придані, чуткі і внимательні, вони готові віддати свою життя за хазяїна. Нам є чому поучиться у хвостатых. До встречи в то же время на Аликсюа. Пока-пока!